ПЕСНЯ Он не был ни на кого похож, его ни с кем нельзя было спутать. Замечательная внешность, настолько убедительная, что ему ничего делать не надо было. Достаточно было просто говорить текст, и он был очень убедителен во всем. Я обнаружил в нём не только его артиста, но просто глубокого, серьёзного человека. Это нутро в нём какое-то, которое не выпячивало. О нём-то было некая цельность, в его шкатулочке был какой-то свой камешек, драгоценный, своя точка отчёта. А это товарищ Лапшин, наш местный пинкертон. Он был участником многих, так сказать, жутких драм. Когда впервые в Москве состоялась премьера картины Алексея Германа «Мой друг Лапшин», многие были поражены, и все спрашивали у Германа, где ты нашёл это лицо. На лице его была некая печать рока, что впоследствии и подтвердило его собственную жизнь. Андрей Болтин. Вы представляете, мне 35 лет. Я достаточно уже уверенный в себя актёр, но я театральный актёр. Вот. И мне 35 лет. Всё. И вдруг, в первый раз в жизни, меня приглашают на один фильм и никому-нибудь Алексею Юрьевичу Герману. И пробоваться не на что-нибудь, а на главную роль. Он пробовался легко, в силу того, что абсолютно не верил в то, что он будет сниматься, потому что, в общем, он знал, что конкурирует он с очень мощным актёром, очень умелым актёром, действительно, очень хорошим артистом. Значит, и... Пробы у него были, повторяю, самые неудачные. Из Юра Кузнецова, из Кори Губенко, с которым вообще соревноваться было безумно трудно, невозможно. И вот был Андрей. О, у нас главный специалист по артистам. Идёшь, компьютерный образ. Верно, Иван Михайлович. Самый главный. Один боржон. Волнуешься? Ужасно. Волнуется. Ну что ж, такая постановка дел нужная. Я так считаю. Существует такой момент. Знаешь, когда начинаешь артиста приводить к образу, то есть постепенно стричь, очень постепенно, по сантиметру, там, допустим, постепенно одевать, так или сяк, подбирать то или иное пальто. И это очень быстро, во всяком случае, для меня, делается либо интересно, либо скучно. И вот там стал происходить странный момент. Из этого длинноволосого человека, с некрасивым, немножко на лошадь похожего лицо, стала вдруг выезжать эпоха. Короткая стрижечка, потом появилась гимнастерочка, потом это кожаное пальто, одно, второе, третье, хлоп, и что-то во всем этом деле возникло. Работал сначала очень трудно, потому что после утверждения, такие вещи бывают с актерами, он зажался. Он зажался, он испугался камеры, после утверждения, это поразительное дело. Он испугался камеры, и, в принципе, он стал пить. От страха, от зажима. Надо было образовать какую-то группу, в которой ему было бы легко, в которой ему было бы радостно. Андрей, это заслуга Алексея, прежде всего, вот его нюх великий, что он, вот он отобрал ту компанию, прежде, чтобы товарищи были. Друзья из одной гильдии. Мы как будто жили в одном общежитии. У меня ощущение семьи, братства некого. Все понимали каким-то внутренним чутем значимость той работы, в которой они участвуют. И, конечно, эта манера играть, ничего не играя, вот это Андрей очень точно подхватил, и потом я это не распользовал. Это формула Германа. Играть, ничего не играя. И вот здесь проявился его опыт мастера, актера, как хотите, короля провинциальной сцены. Вот это он умел. Или учился вместе с нами. Ну что, у меня осталось память, я повторяю. Вот это общность одних учеников, равных, но достойных. Ваня! Последний раз на смертный бой летит стальная эскадрель. Последний раз на смертный бой. Я делал с любовью, я старался. Хотя, в принципе, я говорил, я делаю картину про дураков. Понимаешь, я делаю картину про дураков, которые не знают своей судьбы. Я их судьбу знаю, я знаю. Этого расстреляют, этого убьют. Это должен был человек одновременно быть палачом и жертвой. А страна наша тем и стоит, что совершенно непонятно, кто виноват, кто не виноват. Ну, убрал я одежу, убрал. Лучше, если бы ее с гражданами выбросили. А чего же на твоей-то одежи крови нет? Ведь брызжет. Так я швар только надевал. Другой одежи у меня нет, только одна. Кашин, Кашин, Кашин. Девиноват, я! Понимаете, я делиноват! Говорить не знаю. Очень было важно, чтобы он был и палач, и жертвой. Чтобы он говорил глупости. И вот он эти глупости все время и говорил. Вычистим землю, посадим сад, и еще успеем сами погулять в этом саду. Это подчеркивало его жертвенность. Нормальный душегуб. Так их в России всегда и называли душегубами. Ничего, вычистим землю, посадим сад, и еще сами успеем погулять в этом саду. Вот так. Я, Вань, старый старичок. Вот мы эту породу людей вышибли. Вышибли за счет одной войны, второй войны, коллективизации 1937 года. Их, третьей войны, так сказать, нету. Их нету. Нужен был человек, который не пережил благодаря бесхитростности. В нем должна была быть вот эта печать того, того, что не дожил. Того, что, ну, так сказать, если можно, так сказать, печать смерти. Вот как-то нехорошо с такими вещами баловаться. Но это было требование к этому актеру. Андрей, ведь человек был бесхитростным. В нем не было хваткости к жизни. В этом было понятно, что он проживет в коммуналке. Что это вот мальчик, этот Филипенко, стирающему белье, этот Окошкин, который будет жениться, приходить, возвращать Жирков, что это будет его семьей. Ничего другого не будет. Вообще, что такое эта вся история? Это история одиночества. Мы снимали историю времени и историю человеческого одиночества. В этом смысле мы угадали. Трагические, комические, но мы угадали. Он жил в общежитии, и никого не было у него. И даже последнего счастья, чтобы женские руки сняли с него, сапоги, когда ему было плохо, не было. Этого не случилось и с Андреем. С Андреем я разошелся, потому что я не хотел, чтобы он снимался в детективе, в длинном, по Юлиану Семеновне, потому что я снимал там дурного режиссера. Потому что я понимал, что картина закрыта, и если он для зрителей возникнет когда-нибудь, не как Лапшин, а как бывший фашист, то это будет страшное поражение той картине. И считал это предательством. Я был неправ. Померя! Кротов, который он так блистательно совершенно сыграл в противостоянии, стал достоянием народных просто масс. У него премия МВД за этот фильм, в конце концов. Государственная премия, одна из премий, премия МВД СССР. За этот фильм, где он сыграл уж хуже-то некуда. Объясните мне, пожалуйста, Кротов, причину возникшей в вас брезгливости по отношению к людям одной крови. Безмозглые какие-то. Быдло. Что такое быдло? Ну, это вроде как стадо, что ли? Стадо. Вытекать этик европейской культуре, Кротов. Нам это нравится. Тогда появились уже люди криминального свойства. А так как он сыграл Кротова, то они удивительно как бы думали, что это и есть он. Они к нему очень уважительно относились. Как Кротов. Если Андрей ехал в такси, то, видя его в отражении, таксисты тормозили и говорили, Кротов. Ему Кротов, Кротов, а он рад. То есть не было такого, знаете, этого актерского снобизма, что как надоели поклонницы, поклонники, как это все. Нет, этого не было. Его узнавали, а он был рад. Я убью ее! Пилота ко мне! Пилота ко мне, говорю! Пилота ко мне! Из интервью Андрея Болтнева. Вопрос. Вы один из редких сегодня актеров на роль действующего героя. Истинного, меняющего жизнь. Ответ. Действующий герой немыслим без некоторых...